Короче, меня зовут Саша, так как вы про меня ничего не знаете, то это, наверное, весело, прийти на лекцию к чуваку, который, считается, что философию преподает и изучает, но он, на самом деле, вообще это не преподает. Меня зовут Саша, у меня художественное образование, графического дизайнера, я рисую с самого детства, вот как проснулся, родился и все, люблю, рисую вот это вот все. Я не мечтал, я мечтал быть аниматором, графическим дизайнером, живописцем, уставным графиком, в общем, кем я только не мечтал быть, и программистом я уже был, всем всеми подряд. Вот, и я все время пытался разобраться в любой профессии, за которую бы ни брался, ну, в общем, в конечном итоге я понял, что мне ничего не интересно, кроме как заниматься коммерческой иллюстрацией. Через какое-то время я открыл компанию, компания Астерман, спустя 3 года мы заработали первый миллион, еще спустя какое-то время мы имели уже 124 сотрудника, примерно 350 проектов в год. В наших белорусы, точно наши проекты все знают, особенно белорусы, которые любят политику, понравятся наши проекты, потому что мы делали бонстиков, мы делали вторые европейские игры, мы делали для нока, в общем, наши проекты точно знают. И если вы любите, например, зефир в шоколаде и любите красный пищевик, там есть чаровей, вот, это, собственно, наша торговая марка и брендинг. Вот, в общем, все было прекрасно и замечательно, но, как вы понимаете, прежде чем вот к этой всей точке пришлось, был пройден какой-то специфический путь, в котором я, как творческая личность, пытался разобраться, ну, и в том, что мне нравится делать, с одной стороны, а с другой стороны, пытался разобраться, как вообще во всем этом работать. Так получилось, что я не отличаюсь особым умом, какой-то особой силой воли или еще чем-то. Нет у меня таких супермега качеств, я очень плохо образован, я пишу с ошибками, я люблю поспать в нем, ну, короче, такое себе. Поэтому нужно было найти какие-то такие вещи, которые, ну, типа, сто процентов работают. Единственное, единственное, наверное, что является моим специфическим качеством, это то, что у меня просто очень приятный, въедливый характер. Я люблю дожимать, а вот как вот эту убрать, вот эту историю, кто-нибудь мне подскажет? Вот, вот, чтобы не было вот этих вот штучек. Слушай, можно так? Я, 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 я. Считай. А, окей. Ну, пускай так будет. Вот. Короче, так получилось, что, так я сказал, что я очень в какой-то момент захотел заниматься рекламной, коммерческой иллюстрацией, то я общался очень много с маркетологами, менеджерами и так далее. Вот. И вдруг выяснилось о том, что, условно, все творческие люди и все художники проходят абсолютно одинаковые какие-то шаблонные идеи, которые, 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 похоже, как-то очень странно работают. Вот, разговаривая со всеми творческими личностями, всегда говорят, у нас клиенты через сарафан приходят, очень важно, какое портфолио, мои услуги стоят супер-мега-дорого, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И как выяснилось, что на самом деле вот такой подход не очень эффективный. Потому что спустя какое-то время стало, начинает получаться, что сарафан почему-то заканчивается, например, вот таким магическим образом. Через какое-то время деньги, которые, казалось бы, еще вчера, будучи студентом, хорошо работают, и вот это все через какое-то время попадают. И на самом деле это касается не только творческих людей, которые занимаются графикой или еще чем-то, это касается и менеджеров, это касается всех подрядов, с учетом того, что, я так понимаю, что вы журналисты, конечно, не так говорите, да? А кем вы будете в конце? Хороший вопрос. Если мы говорим, если мы говорим про то, что вы дизайнеры, это вообще прям просто. А если кто вы, например? Ну, то есть вы просто хорошие люди, получается, да? Никто не знает. Ну, класс, супер. Супер идея, конечно, для нас. Вот. Итак, давайте сделаем небольшой summary вот этой вот первой части. Мы какие-то очень интересные творческие люди. Чем мы заниматься, мы не знаем. В жизни мы, наверное, хотим зарабатывать деньги. Ну, как-то жить счастливо. Там, 18 детей, там, дом, яхта, вот это вот все, да? Ну, такая стандартная мечта. Вот. Но сейчас мы учимся в ВУЗе, и типа вот мы этот ВУЗ закончим, и что будет дальше? И вот спустя свой вот какой-то опыт работы в абсолютно разных отраслях, с достаточно интересными какими-то жизненными поворотами. Моя задача сегодня с вами поговорить на эту тему. Каким образом вам добиться той цели, которую вы хотите? Вот с точки зрения большого количества опыта, удачных и неудачных всяких историй. Итак, в первую очередь, сначала для того, чтобы чего-то добиться, надо сначала определиться вообще, кто я. И на этом вопросе, как бы, можно сразу заканчивать. Потому что по факту никто не понимает, в итоге, кто он такой. Я думаю, что вы видели там и Сашу Митрошину, и кучу всяких подобных курсов, в которых, на самом деле, делают все эти разборы. И сейчас есть что-то вроде такого условного шаблона, условного шаблона разбора личности, вот этой вот всей истории. Но давайте эту часть максимально упростим. Мы же, как бы, находимся в базовой позиции о том, что мы такие себе, да? Не шибко смышленные места. Ну, давайте понакидываем, кто я такой. Вот я, например, коммерческий, допустим, иллюстратор. Звучит понятно? Что у меня заказывать, если я коммерческий иллюстратор? Какую? Какой-то пример рекламы, коммерческой иллюстрации? Рекламные постеры, упаковку, класс. Хорошо, хорошо. Кто-нибудь из зала, скажите, пожалуйста, кто он такой? Журналист, певец, писатель, танцер, диско. Ну, про какой-нибудь студент? Понятно. Не, ну, все-таки. Ну, студент же тоже не очень абстрактный. Как-то более конкретно. Студент какой? Ну, хорошо. Ну, я считаю, что я человек творчества, и я могу статиться за своих наиболее. То, что мы проходим в университете, это тоже нужно цепляться, если это интересно. Мы с Абишем, и ты чувствуешь, что это получается, это тоже можно возиться. Можно поставить какую-то цепь. Вот, в этом месте, в этом месте интересная такая тема. Давайте попробуем, вот, запомните эту точку, что я человек творчества, я делаю, в принципе, все, что тут творческое. Попробуем двинуться в другую, оппозитную сторону, где мы попробуем сказать, кто мы конкретно. Ну, вот, допустим, я коммерческий иллюстратор. Кто-нибудь, любой, скажите, что-нибудь похожее на то, чем мы хотим заниматься. Видеограф. Замечательно. Вот есть творческая личность, вот конкретный видеограф. Хорошо. Что заказывать у творческой личности? Это креатор. На идею какую? Идею фильма, мультика, рекламы, музыкального шоу, стрип-танцев. Ну, то есть, идею чего? Ну, смотришь там. Ну, вот, собственно, вытекая из твоего первого тезиса, то есть, если ты творческая личность, и к тебе приходит какой-то запрос творческий, то какой он конкретно должен быть? Я такое ничего не продаю же еще. А если представим, что ты завтра продаешь? Ну, хорошо, если представим. Ну, тоже какой-то контент, наверное, в том числе, который нашим лучшим... СММ-менеджер. СММ-менеджер по производству контента. Так получается звучит. Да? Вот если конкретизация, уже так звучит. Хорошо, супер, отлично. А ты что делаешь, как видеограф? Это документальное видео или... Кино. То есть, это звучит так. Ты видеограф для социальных сетей. Окей. Вот эта вот тема, вот эта вот тема, кто я такой, она супер-мега сложная и супер-мега важная. Потому что во многом стороннее общество будет вешать что-то вроде ярлыка. То есть, вот мы, когда потихонечку общаемся с друг с другом, мы заходим в помещение, у нас потихонечку начинают вешать такие ярлыки. Как выглядит, как разговаривает, чем занимается, как мы этого человека запомним и так далее. И чем, если мы хотим, например, достигнуть какой-то своей цели, мы хотим, чтобы у нас, например, условно что-то заказывали, мы же про деньги говорим, получается, на этой лекции, то на нас вот этот вот какой-то условный ярлык должны повесить, чтобы нас запомнили. Очень простая мысль, казалось бы, но она, мы и дальше не вернемся, она на самом деле не такая уж и простая. И вот на этом этапе, собственно, и нужно сделать что-то вроде такой вот ревизии, на которой нужно написать все, что вы знаете про себя. Вот просто в кучу. Не надо пытаться найти здесь какую-то структуру, читать кучу мега-супер-мега-классных курсов. Просто что есть в голове. Вы выкидываете это все в одну картинку. И дальше, вот это у вас есть одна куча, а дальше у вас есть вторая куча. Напишите, пожалуйста, что вы, в принципе, хотите в этой жизни. Типа, к чему вы хотите прийти? Это вы хотите быть идеальным танцором, идеально делать проекты? Какая у вас идеальная машина, идеальная квартира и так далее? Что-то напишите супер-мега-идеально. Когда вы напишите это супер-мега-идеально, попробуйте это конкретизировать. То есть, кто-нибудь хочет автомобиль? Какой? Какой? Мы вернемся супер-просто всегда. Какой? Сколько стоит? Какого года? Восемнадцатого года больше сотки. Где-то можно купить сегодня? Вот если сегодня будут деньги. Я понимаю, ну, в Вильнюсе где? Куда ты пойдешь? Типа, в салон. На Кальварисском. На рынок пойдешь. Просто пойдешь искать машину за стоком. А ты пробовал искать такую машину? А я не знаю, почему искать, может быть, просто фит-портфель или на длину. Салоны я не покупал. Салоны не покупал, почему? Я не знаю, ну, решаю же выиграть еще. Так а зачем покупать люксовую тачку, не с салона? Ну, вы сказали, если у меня, ну... Если есть деньги на машину. А, то есть без разницы. Ну, туда салон. Салон. А где находится салон? А заходили на этот салон? Ты видел там эту тачку стоящую? Вот рекомендую сходить. Вот очень прямая рекомендация. Хочешь эту тачку? Прямо сядь, сядь в машину, в автобус, куда угодно, пешком. Значит, приходи в этот салон, найди эту тачку на салоне, сядь в нее и попробуй с ней пожить. И вот тут начинает происходить, во-первых, первая магия. Во-первых, тебе может прийти такая идея, что тебе эта тачка просто не нужна. Тебе не нравится она тебе вообще. Потому что выяснится, что, например, не та кожа, не тот размер салона, не так пахнет, не так едет. Все с ней, с этой тачкой не так. Например, когда я выбирал себе какую тачку купить, ну, я, вот честно говоря, сев первый Mercedes понял, что все, Mercedes моя машина. Вот могу только майках рассматривать, условно. Как-то я подумал, а что я зациклился на Mercedes? Вот мне этого Range очень нравится. Очень красивая тачка. Я приехал в салон, сел в Range и понял, что мне неудобно. Потому что подлокотник вот такой вот. И, ну, просто, ну, тупо неудобно. И как-то без подлокотника, ну, как-то, что-то, такая вот херня. И это было очень странное чувство. Давайте следующий простой пример. Дом. Какой хотите дом? Кто-нибудь хочет дом, квартиру? Или не нужно в своем обществе квартиры? Ну, давайте, вот, в Вильнюсе хотите квартиру или дом? Да. В бужуписи. В бужуписи. Сколько стоит дом, в бужуписи или квартира? Ну, вот, а где можно найти, сколько стоит квартира в бужуписи? На уродусе. Как минимум на уродусе. Моя рекомендация – найти конкретную квартиру в бужуписи, которая вот прямо искренне нравится. И туда сходить. В эту квартиру. Назначить встречу. И сделать вид, что вы ее покупаете. Покупаете? Хотите покупать? Если нет, не можете, пока не надо. Но просто потусуйтесь. Потому что у вас появится здесь, в этом месте, тоже очень интересный инсайт. Во-первых, может выясниться о том, что квартира не такая, как хотелось бы. Она не дает нужного впечатления. Когда-то, значит, я занимался психологом, и она меня тоже спросила, типа, о чем я мечтаю. Я сказал, что я мечтаю об определенном особняке в Лос-Анджелесе. Она мне сказала, так пойди и купи его. В чем проблема? Ну, типа, условно. И когда я начал смотреть реальные продажи в особняке в Лос-Анджелесе, я понял, что они мне не нравятся. Ну, то есть, вот, допустим, сколько угодно денег. Во-первых, уяснилось, что особняк, который я в итоге нашел, стоил 250 миллионов. И если даже доход, чисто доход будет 1 миллион в год, то это надо 250 лет, чтобы насобирать на особняк. Но купив его, этот особняк, вы оказываетесь полностью банкротом, потому что денег больше нет. Ну, то есть, типа, стали проявляться вот такие вот странные мысли. Ну, с таких очень простых вещей, типа машины, квартиры, как бы с ними понятно. А вот теперь давайте попробуем прикинуть, что такое идеальные деньги для вас, как для студентов. Вы заканчиваете вуз. Что такое идеальная зарплата? Да, конкретная сумма на счет каждом месяце. Как угодно. Вы закончили вуз, вы пошли на работу, вас спросили, сколько вы хотите денег? Мы готовы вам платить. Сколько? 10 тысяч долларов. В Вильнюсе не платят в доллар, платят в евро. 10 тысяч евро, окей. Сколько это с налогами? На 7 тысяч. 33% это считается эксплуатированием. На 7,5 или 7,6 коэффициент оно увеличивается. То есть, это будет 17,500 или 17,600, типа такого. 17, допустим, 600. Хорошая зарплата. Вы знаете, кто вам может заплатить сегодня 17,600? Ну, то есть, если мы говорили про реальную машину, которая вот реально пахнет, про реальный дом, который вот прям реально физически на уродус можно посмотреть. Вот мы теперь говорим про реальную зарплату. 17,600. Кто в Вильнюсе платит 17,600? За что? Что надо делать в Вильнюсе, чтобы получить 17,600? Хорошая идея. Попробуй поговорить с людьми, которые продают Порше и дома. Получают ли они 17,600? Тогда, значит, не подходят. Я думаю, если я делаю, я не самопатя. То есть, это много 17,600? Окей. Хорошо, давайте посчитаем, возьмем 17,600, потому что мы считаем, что очень много, никто не получает таких денег. Ну, хорошо, но мы считаем это много. 17,600 умножить на 12, получается 211 тысяч в год. На проспекте Конституция, в доме, в котором я живу, там сверху продавался пентхаус за 2 миллиона, там, 2 миллиона 500, ну, что-то в этом районе. То есть, для того, чтобы 2 миллиона 500, 210 тысяч в год, 11,9 лет, надо ждать. Ну, как-то, ну, не очень, скорее всего, это не очень подходит. Ну, это тоже, это, к слову, финансовое планирование, ну, да, концептуально, да. Но, так или иначе, мы почему-то считаем, что 17,500, 600 это большие деньги, но, на самом деле, если мы их трансформируем в год и посмотрим на покупательскую способность, это не очень большие деньги, то есть, это что-то маленькое. Но, так или иначе, мы не знаем, где платят эти деньги. И это достаточно важный такой концептуальный момент. То есть, для того, чтобы какие-то деньги заработать, надо понимать, что за деньги конкретно мы хотим заработать, какую конкретную сумму и в каком конкретном месте эти деньги можно получить. Потому что, будучи студентом, я допустил очень интересную проблему. Я развивал компанию по графическому продакшену, забыв посмотреть вообще, а есть ли компании, которые добились успеха. Вот такая вот у меня странная идея появилась спустя несколько лет работы. И когда я начал смотреть, есть ли компании, типа, есть ли компании, которая заработала миллиард на производстве графического компании. Выяснилось, что нет. То есть, есть компания в Emile, которая, типа, в Википедии, там, типа, у них там миллионы туда-сюда, их покупали, продавали, вот это вот все. Но, по факту, нету компании, которая была бы такая же большая, как Netflix, например. Есть, условно, компания «Платишь», которая в Польше. Вы точно видели, если вы смотрели «Любовь смерти робота», вы точно видели проект «Платишь», там, в первом сезоне, короче, папа, сын и вот эти вот киты, вот это вот все. Это вот они делали. Эмоционно эту серию. Достаточно крупная студия, там работает 300 человек, у них там огромная территория, они делают очень много проектов, но зарабатывают ли они миллиарды? Соответственно, вот если вы завтра идете работать видеографом или идете работать, там, не знаю, креатором, концепт, SMM, social creator, вот это вот все, вообще о каких деньгах идет речь? Потому что часто получается так, что как бы на волне вот студенчества и вот этого вот веселого задора люди начинают чем-то заниматься, потом проходит 50 лет, и они вдруг понимают о том, что они застряли где-то в финансовом каком-то вопросе, а напомнишь, что вообще-то как бы была мечта про Порш, там, про вот эти вот ужлуписы, вот это вот, вот эту всю историю. Поэтому нужно найти идеал, который вы хотите, какой идеал, это только вы знаете, какой идеал. А потом этот идеал попробовать формализовать, чтобы конкретно узнать, что, сколько стоит, вообще, как взвешивать вот это вот все. Движемся дальше. Допустим, вы приняли решение, что вы хотите там развиваться кем угодно, журналистам, видеографам, предпринимателям, танцорам, диска и так далее. Надо какую-то стратегию вообще придумать, по какой стратегии пойдем, потому что мы же не можем просто так вот это вот все делать, надо что-то куда-то более осмысленно идти. И вот тут в этом месте мы с вами возьмем чуть-чуть маленький-маленький-маленький кусочек основ маркетинга. Что перед нами находится? Перед нами находится поле с банками в арене. Когда вы выходите на рынок, вы превращаетесь в определенную баночку варенья. Вы создаете предприятие, ваше предприятие как баночка варенья. Но на рынке существует много других баночек варенья. И вы становитесь рядом с другими вот этими банками. И вот эту штуку вам надо здесь, в этом месте ее осознать. Вы как баночка варенья. И дальше возьмем вот эту вот из классического маркетинга простую историю. Продукт, промо, цену и место. 4P называется. Такая очень простая логика. По факту сегодняшние ребята, которые разговаривают про то, как развиваться в социальных сетях, вот это все, они так или иначе обмусоливают именно вот эту вот тему. Все из классических основ маркетинга. От Котлера. Просто они так говорят другими словами, может быть, как-то по-другому подают графики. Но логика все время будет одна и та же. Потому что Инстаграм это просто еще один дополнительный канал коммуникации, но он ничем не отличается, например, от рекламы на телевизоре. Концептуально. Это просто канал коммуникации, просто немножко другими правилами, но смысл один и тот же. Давайте попробуем разобрать. Значит, продукт, продукт-услуга, видеограф. Значит, у этого продукта-услуги есть какая-то определенная цена. Например, за один ролик 100 евро условно. 500 евро, 1000 евро. Значит, есть какое-то место, в котором это продвигается. Это все продвигается через TikTok. Что, допустим, я видеограф, стою один ролик 100 евро и продвигаюсь через TikTok. И место, в котором это все дело находится. Мое место может быть физическим, а оно может быть абстрактным. Я могу находиться в видеографе в Бильнюсе. Я видеограф в Бильнюсе, который стоит 100 евро, который продвигается через TikTok. А я могу быть видеограф, который стоит 100 евро, продвигается через TikTok, но оказывает услуги, например, по всему миру условно. Или, например, на 4-5 стран. Ну, то есть, типа, определяем какое-то место, в котором идем. Дело в том, что если начинать делать определенный вот такой вот простой разбор каждого продукта, то становится понятно, например, почему некоторые, допустим, славянские артисты, ну, CG-артисты или там кто угодно, они не могут себе найти западные заказы. Давайте откроем какой-нибудь среднестатистический Instagram. Я не стал приводить привет, чтобы никого не скучать, но у человека может быть и так написано. CG-артист, а потом у него в закрепах русскими буквами написано там иллюстрации, я столько стою, я люблю кофе. И он хочет получить заказ из Германии, допустим. То есть, вы понимаете, что происходит мисс, вся история. То есть, напутанные языки, напутана картинка, вот это вот все. Соответственно, когда вы решаете, чем бы вы ни занимались, вы хотите себя продвигать, попробуйте пробежаться по вот этой вот простой четверочке и посмотреть, сделать ревизию себя самого, как вы выглядите в рамках вот этой вот четверки. Можно ли внятно сказать, какой у вас продукт или услуг? То есть, я кто? Какая я банковарение? Я банковарение, которое креатор, косметолог и массажистка, допустим? Или я банковарение, которое видеограф? Ну, то есть, можно ли меня четким, внятным словом проговорить, чем я конкретно занимаюсь? Есть ли у меня внятная цена? Я стою за час? Я стою за продукт? У меня много цен? Моя цена понятна для другого человека или нет? Как я продвигаюсь? Через какие каналы я продвигаюсь? И в каком месте я продвигаюсь? Вот такая очень простая логика, которая на самом деле достаточно глубокая. Движемся дальше. Ну вот мы с вами определили, кто вы такой, чем вы занимаетесь. Вы сделали вот эти вот 4P, вот это вот все, и дальше возьмем конкретно историю с продвижением. В истории, в продвижении чаще всего сейчас какая первая мысль появляется? Я должен появиться в ТикТоке. В ТикТоке модно. Или я должен появиться в Инстаграме. В Инстаграме модно и так далее. Но это будет слишком узконаправленное восприятие. В начале, в первую очередь, вот ваше «я» должно во что-то облечься, во что-то, чтобы вас можно было как-то осязать и вас как-то воспринять во всей этой истории. Давайте попробуем это теперь формализовать, что имеется в виду. Знаете вы, чем отличается бренд от торговой марки? Ну, короче, по-другому, еще. Но есть какая-то, по-моему, разговаривание, что больше, чем мы не делаем? Ближе, но еще можно, точнее. Торговая марка – это название. Айфон, допустим, это торговая марка. Но когда мы говорим, что айфон придает нам какое-то эмоциональное состояние, то вот это уже будет называться бренд. То есть бренд – это определенное отношение к торговой марке. То есть, если мы что-то назовем, например, мы видим в интернете слово Семен Альпаков. Мы не знаем, ну, что Семен Альпаков. Но когда мы говорим Чичваркин, то мы начинаем к этому добавлять определенное эмоциональное ощущение. То есть, говоря слово бренд, мы не говорим про что-то супер-мега положительное и отрицательное. Мы говорим, что у нас вокруг вот этой условной торговой марки сформировалось какое-то эмоциональное впечатление. Соответственно, когда вы выходите на рынок, а мы сейчас воспринимаем вас как условную торговую марку, которая только начинает выходить на рынок, то сначала нужно сделать определенное эмоциональное впечатление к вам. На самом деле это нужно будет делать все время, но если вот вы заканчиваете вуз и вы решили становиться видеографом, там, креатером или кем угодно, надо, чтобы к вам начали относиться как-то. Теперь каким образом можно начать формировать эмоциональное впечатление относительно вас? Первая точка, которая приходит на ум, это вы можете пойти с кем-то просто потрандять. Просто назначите условно встречу с вашими друзьями и говорите, поздравляю, сегодня я начинаю заниматься производством вот этого, и я вот имею вот такую вот особенность и готов вот это вот все. На вас будут вешать ярлычок, что вот имя человека, и он вот этим вот занимается, и так как я этого человека лично знаю, я имею к нему вот такое отношение. Таким образом вы мотивируете сарафан. Но только ли через такой нетворкинг можно мотивировать сарафан, понятное дело нет. Вы можете пойти на условные издания, какой-нибудь Делфи, Ку-Ку, там куда угодно, и там разместить статью про себя, о том, что на рынке появился вот такой вот Петя, который умеет делать вот это. А еще у Пети глаза красивые, поэтому мы к нему, вот к этому Пете так относимся. Понятное дело, что теперь, ну как бы, что сделать, может быть, понятно, но как это теперь сделать, как конкретно назначить встречу. Как пойти конкретно в Делфи, это же будет стоить каких-то денег. А что там написать в этой статье? А писать ведь можно не от себя, а писать ведь можно от кого-то другого. Можно, например, сделать условно статью реальную, либо фейковую, про то, как вы с кем-то поработали, и про вас пишут, про ваш проект. То есть вы не сами пишете про себя, а как вы пишут про вас проект, но в статье упоминают вас. Таким образом формирует про вас какое-то мнение. И вот вы начинаете на рынок, в конкретном месте, которое вас интересует, формировать относительно себя какой-то мнение. Дальше вы должны начать заниматься продажами и рекламой. Продажи, с продажами все просто, да? Вы должны куда-то звонить, вы должны с кем-то разговаривать физически и пытаться закрывать сделку. Есть у вас продукт, нет у вас продукта, вообще не имеет никакого значения. Продажи первые очень важны, их надо просто тупо все время делать. Параллельно с этим нужно дальше заниматься рекламой. То есть где-то должно что-то постоянно про вас долбить в том месте, в котором вас интересует. Надо, чтобы там рассказывали про то, что Петя занимается, там, не знаю, видео, это стоит 100 евро, и он это делает в Вильнюсе. И вот надо долбить. То есть реклама долбит, продажи, вы ходите рассказывать о том, что вы Петя занимаетесь видео, стоите 100 евро, и параллельно пиаром это еще все дело закрывается. То есть формируется к вам определенное эмоциональное состояние. Сразу забежим немножко вперед. Как только вы стали супер-мега-успешным Петей, который занимается тем, чем он хочет, у вас там самолеты, яхты, пароходы, казалось бы, можно все это дело остановить. Но на этом простом графике я показываю, что продажи не должны останавливаться никогда. Они должны двигаться все равно в себя. И должна появиться такая штука, как поддержка. Вы, наверное, ну, наверное, не помните, как выводился на рынок, например, Тайт или Ариэль, или еще что-то такое. То есть по факту вот в 90-е годы открылся занавес, появляется порошок Тайт, и вот как его компания выводит на рынок. То есть там же есть определенная последовательность шагов. Вначале запускаются статьи, куча статей о том, что на рынке появляется Тайт. Что вы знаете, на рынок пришел Тайт. Теперь весь мир будет чистым, потому что Тайт там с 95-го года, бла-бла-бла, и статья его понеслась. С другой стороны, начинает фигачиться реклама на телек, где людям вбивают в башку о том, что Тайт порошок. И вот он начинает херачить со всех орудий. Но когда люди уже, когда Тайт занимает ту долю рынка, которую он хочет занять, дальше его задача с этой горы не упасть. Поэтому он, во-первых, должен заходить на постоянно новые круги, все что-то новое добавлять. А с другой стороны, нужно постоянно делать поддерживающую рекламу. То есть до этого рекламное размещение, оно может быть, например, длинное по времени, а после оно может сократиться, где просто говорят, не забывайте, есть Тайт. Да, есть куча разных других порошков, но условно есть мы. От художника это никак не будет отличаться. Вы знаете, кто такой Анри художник? Это один из... Кто-то скобы? Никто не знает? Боже. Это самый известный CG-художник, ну, прям, советский CG-художник. СНГ-шный CG-художник. Он сейчас живет в Канаде, он сейчас занимается 3D. Но было время, когда человека ночью разбуди, спросил, кто такой Анри, и все говорили слово Анри. Но потом, после того, как Анри занял эту вершину, он выпал, он стал заниматься другим, и у него перестала идти вот эта вот поддержка. И эта поддержка стала уходить. Анри не перестал быть классным художником. Он не, как бы, не поломал свою известность в тех кругах, которых надо. Но в широком смысле, понятное дело, что он изменился. Давайте вспомним... Давайте вспомним какого-нибудь артиста. Ну, я думаю, что вы знаете, кто такой Шварценеггер. Арнольд, да? Знаете? Какой у него последний фильм? Или сериал? Я так, маленький спойлер сразу. Вы не знаете? Сериал Шварценеггер? Фу-бар у него вышел недавно, в этом, по-моему, году, да, первый сезон крутился. Комедийный сериал про агента секретного, который там с семьей, там все это колбасит. Давайте попробуем вспомнить, теперь... Кто такой Келлен Ворфи? Актер. Где он снимался? В Оппенгеймере. В Оппенгеймере снимался. Попроще немножко идет. По одной простой причине. Потому что у него сейчас идет растущий условный тренд его славы. Каждый новый фильм у него все более яркий, яркий, яркий. Соответственно, реклама закрывает его известность и в мозг нам засаживается, кто он такой. Мы хотя бы имя Келлен Ворфи помним. Потому что, когда он играл в Острах Козырька, по факту, это было всегда так... Как его зовут? Ну, этот... А? Да, типа, вот мы помним героя, но мы не помним актера. Со Шварцем уже другая история. То есть его условный пик прошел, у него тренд стал падать, а теперь он, типа, делает что-то вроде как условной поддержки себя. Если мы возьмем актерскую историю. Двигаемся дальше. Я взял стратегию развития предприятия из одной таблички. И вот это некоторые ключевые моменты. Давайте попробуем их проговорить, и вы подумаете, как к физическому лицу, вам как к художнику или к вашему будущему предприятию можно применить. Значит, для того, чтобы бизнес развивался хорошо, у него должны быть ключевые партнеры. Значит, кто необходим для успеха вашего бизнеса? Ну, давайте подумаем. Для видеографа кто необходим для успеха? Ну, партнеры какие? Например, студии, либо какие-то места, в которые можно прийти как дополнительную локацию. Можно записать. Второе. Люди, которые продают технику, потому что эти люди могут давать определенный скидон на эту технику. Какие-то места, которые могут генерировать трафик клиентов, и это может быть дополнительно выгодно. Допустим, если в каком-то баре будет указано, что если вы обратитесь к этому видеографу, если вы его клиент, то вы получите определенный скидон. То есть, таким образом вы формируете определенные себе определенных партнеров. Дальше. Ключевые процессы. Что нужно сделать или чего вы хотите достичь. То есть, вы, начиная заниматься видеографией, вы же не просто так рандомно ее занимаетесь. Вы же хотите заработать на условный Porsche. Это значит, что вы хотите сделать определенную карьеру в этом. Это значит, что вам нужно до чего-то достигнуть. То есть, и поэтому, когда мы говорим про идеальную, условно-идеальную зарплату, что нужно сделать для того, чтобы этого добиться. Ну и дальше у вас есть какой-то определенный план. Какого рода процессы вы должны организовать для того, чтобы это прилетело? Ключевые ресурсы. Что вы можете использовать на благо вашего бизнеса? Ну, давайте подумаем, что может быть ключевым ресурсом для видеографа. Видеокамера, звук, я не знаю, набор одежды, набор контактов, ну и так далее. Ну, да, материальные и нематериальные. Ценностные предложения. Каково ваше уникальное торговое предложение? Очень простая идея. На рынке 200-500 миллионов тысяч видеографов. Почему вы? Зачем еще нужно еще один? Ведь есть же уже. Очень классные. Эээ, что это такое? Как это можно померить? Да, что отличает? Его может отличать родинка, его может отличать какой-то его уникальный стиль. Он может делать видеографию только для собак. Больше не для кого, а только для собак. И все его портфолио строится на этом. По факту в этом и есть во многом талант предпринимателей, творческих людей, что они как бы могут определить то, что сейчас на рынке особо востребованное или то, чем они особо хотят заниматься. Клиентские отношения. Что играет важную роль в ваших отношениях с клиентами? Вот бывает такое, что звонишь в ресторан и говоришь, здрасте, а можно прийти у вас поужинать? Те говорят, пошел, лейхер, кладь за трубку. Ну, вот такое у них отношение. То есть вот они вот так вот ценят клиентов. А бывает, позвонишь в ресторан, те говорят, у нас нету мест, но мы вам столик вынесем. Мы взяли из соседнего ресторана столик и вас посадим. И таким образом есть определенный подход к клиенту. Например, в Минске в ресторане «Пеликан» можно было позвонить условно в 2 часа ночи и сказать о том, что я приеду через полчаса, а тебе говорили, вам как обычно, ты приезжаешь и там уже есть как обычно. Хотя у них закрыта кухня, они уже не работают, но они остаются, потому что у них вот такое вот отношение к клиенту. Соответственно, понятное дело, что начинаешь определенным образом проникаться к этому месту. С другой стороны, в Макдональдсе такого нет. Для Макдональдса вы no name клиент всегда. Вас никогда не запомнят, потому что и персонал часто меняется, и вот это вот все. Но у Макдональдса какое есть отношение к клиентам? То, что приезжая в любую страну мира, вы встретите один и тот же чизбургер. То есть вы всегда знаете, что вы получите. Макдональдс вас за это любит. То есть он вас любит, потому что он вам хочет всегда давать 100% стандартизированное качество продукта. Дальше. Каналы продвижения. Как люди узнают о вашем бизнесе? То есть мы говорим TikTok, мы говорим телевизор, мы говорим газета, мы говорим журналы, нетворкинг и т.г. Это все дополнительные каналы, про которые вам надо думать. Целевые группы потребителей, как вы классифицируете своих клиентов. К примеру, это свадебная фотография или видео, это коммерческая, это там еще какая-то. Соответственно, все клиенты будут разные. Например, в моем бизнесе продюсер, игровой продюсер и кинопродюсер и рекламный продюсер — это вообще три разных вселенной. Это люди, которые вместе встречаются, они не могут разговаривать, у них очень разные взгляды. Потому что в рекламном рынке все, что нужно делать, это уже сгорело вчера, то есть это уже не актуально. Ты получаешь работу, а она уже была нужна вчера. В кинорынке это очень короткий срок — полгода, у нас нет времени, мы очень сильно опаздываем, у нас всего осталось полгода на продакшен. В игровом рынке часто сроки резиновые. То есть это надо очень-очень срочно, через полгода, потом мы срок продвинули еще на полгода, а потом мы решили остановить проект. То есть очень по-разному движется время в каждой области. Структура затрат. Как будут потрачены деньги? Получая 100 долларов с каждой видеосъемки, эти деньги не должны пойти на сумочку Шанель. Ну, во-первых, купишь за 100 долларов, а во-вторых, эти деньги надо каким-то образом распределить. Надо их в загашник положить, надо их в рекламу положить, надо на эти деньги покушать и еще какие-то там бюджеты понаделать. Соответственно, у вас появляется что-то вроде финансового потока. Тут можно сразу учесть три штуки, которые лучше всего учитывать при финансовом планировании. Такой маленький подпункт в этом можно сделать. Это кэшфлоу, это как вам текут деньги, как часто вы их получаете, какого размера. Это отчеты при гулях и убытках. Если остановить в точке, например, 12 марта 25-го года, сколько у вас денег на счету, вот прямо в данную секунду. Сколько вы потратили, вот это все, дебет с кредитами. И третье, это стратегическое планирование. Как будут развиваться ваши запраты и как будут развиваться ваши доходы в течение какого-то времени. Желательно минимально смотреть на год. То есть, грубо говоря, если вы сегодня знаете, как будут распределены ваших доходов и расходов на год вперед, то ваше финансовое планирование более-менее грамотно настроено. Это значит, что получая 100 условных долларов, это идет в кэшфлоу. Параллельно вы можете посмотреть отчеты при гулях и убытках. И параллельно вы можете понять, как часто к вам эти 100 долларов приходят. Соответственно, вы можете сформировать бюджет, который вам требуется на рекламу, на поездки и на вот это вот все. И тогда, покупая айфон, вы можете покупать не в кредит. И тогда вы можете себе сказать, я сегодня не куплю айфон, но в конце года, после вычета всех налогов, я могу купить айфон. Ну и, собственно, вот потоки доходов, откуда поступают денежные средства. Ну, понятное дело, что они поступают, например, от клиентов. Но видеограф может, например, создавать стоки. Это вторая точка, вторая точка дохода. Третье, он может делать роялти. То есть, он может снять какой-то видос и продать права на использование видоса для кого-то. И дальше ему за это платят роялти, за эту историю. Для славянских ушей слово роялти звучит как разводняк, но для западных ушей слово роялти звучит как то, что я один раз делаю, а потом я вообще не буду никогда в своей жизни работать. Типа, я один раз напишу музыку для какой-нибудь блокбастера, и потом всю мою жизнь перепродажа этого блокбастера мне будет отчисляться какой-то там 0,001%, но типа со 100 миллионов мне вот так вот типа хватит. Условно. Вот логика такая. Так, движемся дальше. Вот эта прекрасная иллюстрация символизирует то, как вы должны любить своего клиента. Логика простая. Ваш клиент, просыпаясь утром, должен думать про вас. Просто открывая глаза, первая мысль, которая у него должна прийти в голову, потом, что он хочет видеть видео от вас. Он должен идти чистить зубы, и он должен видеть перед собой вашу фотографию. Он должен приходить на работу, ехать за рулем, и он должен слышать по радио ваш звук. Он должен садиться за свое рабочее место, и там дальше должны стикеры вот так вот попадать везде. То есть ваш клиент должен быть вокруг вас. А потом вы ему звоните и говорите, здравствуйте, я продаю вот это. И он должен сказать, слушай, я все это время только и делал, что думал про тебя. И как хорошо, что ты мне позвонил. И вот в этом месте люди, которые занимаются холодными продажами и вообще продажами, они должны немного встрепенуться. Потому что получается, давайте представим так, что сейчас мы решили продавать видеографа Семена Альпакова. Мы такого придумали, или Петра Альпакова. Семена Альпакова. И вот мы с вами решили делать ему продажу. И вот мы звоним в какой-нибудь свадебный салон и говорим, свадебный салон, а давайте вы с Семеном Альпаковым будете делать коллаборацию. Да что, свадебный салон скажет? До свидания у нас, извините, связь плохая, мы в туннеле. Не будет разговаривать свадебный салон. По крайней мере, количество свадебных салонов, которые готовы продолжить диалог, будет резко снижаться. Для того, чтобы эту штуку изменить, надо, чтобы свадебный салон постоянно слышал слово Семен Альпака. То есть у него к Семену Альпакову должно сформироваться какое-то эмоциональное сначала отношение, потом он его должен видеть, видеть должен торговую рекламу, вот это вот все. И когда вот это вот все дело происходит, и тут вы вдруг появляетесь, то тогда свадебный салон скажет, а я знаю про Семена Альпакова. Я вам расскажу маленькую историю. Значит, я открыл свой бизнес в Минске когда? Спустя неполный месяц или спустя месяц основной бюджетно образующий клиент ушел. Сказал, пока, у меня изменились планы. И я вдруг резко понял, что у меня есть сотрудники, которым надо платить, а мне нечем платить, потому что клиент ушел. И у меня есть офис, за который надо платить, а мне нечем платить, потому что клиент ушел. И я все время работал на западный рынок, на белорусский рынок вообще не работал. То есть, условно, моему предприятию месяц. Типа, меня вообще никто не знает. Каким образом решить этот вопрос? Естественно, мне сказали, закрывайся. То есть, мне сначала говорили, долго не открывайся, потом мне сказали, естественно, закрывайся, типа, и вот это вот все. Значит, чего я тогда подумал? Я сделал вот эту же схему, что я вам показываю, и дальше я пошел, значит, составил список все интересующие меня бизнесы, компании. После этого я пошел, значит, в медиа, я пошел на какие-то ивенты, и вот это вот все. И везде запускал о том, что вот есть вот такие вот мои красивые, бла-бла-бла. А потом моя ассистентка звонила по всем клиентам и назначала с ними встречи в ресторанах. И вместе со своей ассистенткой, значит, я приезжал в эти рестораны и дальше общался с клиентами. Я этих людей не знать не знаю. Они меня знать не знают. Чего я от них хотел, они знать не знают. Моя главная цель была установить контакт. То есть, чтобы сначала вокруг моего клиента был шум, чтобы они слышали про меня. А потом вдруг ни с того ни с сего, вдруг мы оказались с ним в одном и том же месте. И вот представьте, кушаю я, значит, с топ-менеджером одной крупной атишной компании белорусской. Ну, она не белорусская, она израильская, но вот в Беларуси находится. И этот менеджер заглатывает салат, говорит, да я вообще вашу компанию знаю, работу вашу прекрасно знаю. Вообще, я столько лет за вами слежу и наблюдаю, что, конечно, мы бы очень давно, мы и сами собирались вам звонить. Сами собирались звонить. Но вот хорошо, что вы сами позвонили. Фишка в том, что месяц бизнесу. Нас не могли физически знать. Нас нету ни одного публичного кейса опубликованного. Она не просто физически могла знать. Но за счет вот этого создания определенного эмоционального поля у нее стало формироваться определенное отношение. За счет того, что мы ходили по определенному, по конкретному каналу компаний, компании между собой начинали общаться, и это начинало формировать определенный эмоциональный шум. И рано или поздно компании стали пытаться глубже узнавать, кто мы такие, и наступил такой момент, что у нас действительно был обвал заказов, потому что мы просто не знали, что с этим делать. Это прошло время, то есть это это десятый. Но, summary вот этого конкретного слайда. Делайте так, чтобы клиент постоянно находился в ваших теплых, нежных руках. Чтобы он всегда помнил про вас, он всегда видел вас, так или иначе с вами соприкасался. От того, насколько талантливы вы это сделаете, от этого и будет во многом зависеть то, какие у вас отношения с клиентом сложатся. Если вы будете клиента долбить и заставлять с вами работать, то понятно, что он не будет хотеть с вами работать. Он будет считать, что вы очень назойливы. Если вы будете слишком к нему холодны и пренебрежительны, возможно, он тоже как бы. Вот это вот все. Вы же прекрасно понимаете, наверное, что условно компания, допустим, Прада или Боленца или какие-нибудь такие компании, они же с вами соприкасаются, не соприкасаясь. Они вас не заставляют ничего покупать, но при этом постоянно на вашу голову давят. Когда вы видите Риану, которая стоит с сумками Луи Виттона, когда вы видите какой-нибудь другого, не знаю, актера, певца, или в фильме, когда вам показывают телефон Самсунг, или еще что-то. Вот я вчера смотрел какой-то сериал, по-моему, и где-то посредине какого-то шота вот так вот в кадр появляется телефон, там что-то на телефоне, но я не вижу, что на телефоне, я вижу слово «Самсунг». Я понимаю, что это очень красивая торговая реклама, интегрированная внутрь сериала, потому что мне втыкает в это голову. Если мы пойдем чуть-чуть глубже, то вы можете обратить себе внимание, если вы, возможно, слышали, что в некоторых фильмах торговые марки автомобилей запрещают, чтобы с их автомобилями что-то делали. Например, в каком-нибудь фильме, условном, про Джеймса Бонда, машина Ауди не может забохнуть, попав под воду. Потому что, возможно, одно из торговых предложений Ауди будет заключаться в том, что она не глохнет, попадая под воду. Понимаете суть логики? Таким образом, нам формируют рассказ про вот этот вот продукт. Таким образом, ваши друзья могут про вас рассказывать. То есть, когда ваш друг рассказывает про то, какой вы классный видеограф, он может рассказывать что-то конкретное, что вы хотите передать миру. То есть, он может говорить, что мой друг-видеограф, он ночью прилетел и спас меня. Значит, вы хотите сформировать вокруг себя имидж спасателя. Мой друг-видеограф, которого я уговаривал 8 месяцев, так или иначе, с меня снизошел, мне это стоило очень много денег, вы ставите вокруг себя определенный барьер. Значит, вы не хотите, чтобы с вами коммуницировать. Либо вы хотите поднять себе каким-то образом цену. То есть, даже через других людей вы можете формировать себе имидж. Но так или иначе, окутывайте клиента любовью, лаской и вот этим вот всем. Ну и продажи. Продажи. Про них надо обязательно поговорить. Продажи должны быть всегда. Вы должны утром просыпаться, вы должны вечером засыпать, думая только о том, что вы продаете. Для славянского уха звучит это пипец плохо. Но, к сожалению, таков мир. Вы можете не называть это продажами, но это всегда продажи. Вы когда утром одеваетесь на работу, в школу или куда угодно, вы себя продаете. Что вы покупаете, вы себя продаете. У вас белая, черная, желтая одежда, она у вас брендовая, не брендовая. Вы формируете определенный образ, потому что вы хотите сформировать свое определенное социальное восприятие. Если вы скажете о том, что нет, я не хочу никак, чтобы меня воспринимали, ну окей, приходите в мешковине, давайте посмотрим. Но даже если вы придете в мешковине, вы все равно формируете определенное отношение к себе. То есть находясь в обществе, вы не можете избежать этого момента, не можете избежать момента продаж. Поэтому лучше, чтобы они были такие, какие вы хотите. Дальше продажи должны быть системными. Самое дурацкое, это когда вы, например, в один месяц, просто с утра до вечера продаете, накопили себе кучу-кучу чего-то, а потом на полгода или год забыли. Ни фига, лучше каждый день, но один, два контакта, три, пять, десять, сколько вам по силам, но постоянно обрабатывать, на всякий случай, чтобы было. Даже если вы не можете сработаться, но лучше нести коммуникацию, потому что вот этот вот пул контактов, это очень сильный ваш актив. Далее, лучше всегда масштабироваться. Это прозвучит странно, и, возможно, как бы немножко овер к нашему разговору, но если вы занимаетесь чем-то, будь то это видеограф, то есть переиспекатель тортов, журналист, попробуйте поставить себе какую-то супер-мега-амбициозную цель, даже если она будет максимально недостижимой. И думайте, каким образом вы к ней придете. Вы стали журналистом, вы можете открыть газету и стать самой главной газетой в мире. Газеты, печатные вообще сейчас, это же самый тренд, да? Все хотят открыть, открывать свою газету. Вот, либо вы хотите стать самым известным журналистом во всем мире, чтобы вам дали 18 пульлицарских премий «Оскара», «Орден» и «Вырыться» репортации. То есть, типа, думайте про масштабируемость все время. Это вам позволит немножко брать более амбициозные цели, даже если нету немного на это контекста. Продажи супер-мега-межмы, не будем в них особо улетать, но это вот очень важно. Реклама. Реклама тоже постоянно должна быть. Пиар, либо реклама, но звук про вас должен постоянно звучать. Потому что сейчас вы это особо, ну, вот не видите, эту историю, а когда ты видишь несколько циклов, что происходит с людьми или с компаниями, компания повышается, или там человек повышается, про него все знают, проходит какое-то время, человек растворяется, и вот второй раз выходить на волну, ему всегда тяжелее. Гораздо лучше где-то закрепиться, а потом иметь небольшую постоянную поддержку, чтобы более-менее где-то про тебя слышали, чем уходить в сильный вот такой вот пикет, где вообще забыли, вообще полностью растерянная известность, и вот это вот все. Кто-нибудь пьет пепси? Пепси? Ну, вот прям выбирая осмысленно, приходя в магазин, вы говорите, хочу пепси. А колу кто-нибудь пьет? Еще и колу не пьет. Пепси, да? Раньше между этими торговыми марками была реально существенная бойка. То есть у них было 50 на 50, и каждый из них фигачился маркетинговыми бюджетами, кто кого перефигачит. Я не знаю цифр, мое личное частное мнение, но есть такое впечатление, что кола сейчас победила в этой гонке на сегодняшний момент. Кола объективно выглядит, мы к ней эмоционально, вот обратите внимание, мы к ней эмоционально относимся как к чему-то более значимому, чем пепси. Вот это и есть по факту бренд. То есть мы не видим цифр, мы, может быть, даже колу эту не пьем, но у нас к этому есть определенное отношение, к этому бренду у нас сформировалось отношение. Соответственно, рекламу надо всегда делать, но тут есть еще такая маленькая загвоздка, то, что каналы, которые сейчас выбираются рекламные, их выбирают исключительно из того, с чем мы сами ближе сталкиваемся. То есть вы лично сталкиваетесь, допустим, с ТикТоком, соответственно, есть такая идея, что надо рекламироваться только через ТикТок. А куда делись журналы? А куда делось физическое размещение? Куда делись торговые представители? Я не знаю, еще куча, куча ведь есть же каналов. Не надо зацикливаться только на одном канале. Их реально может быть много. Потому что, например, если вы хотите больше корпоративного сегмента, продвигайтесь через LinkedIn, например, делайте там себе рекламное размещение, а вот так вот вдруг не становится. Может ли видеограф там размещаться? Но ведь вы же согласитесь, что если айтишная компания будет заказывать свадьбу у видеографа, то она заплатит условно больше денег, чем если это будет по нетворкингу через знакомых. Потому что есть очень высокий риск того, что айтишная компания это закажет как корпоративный заказ. Движемся дальше. Но вы можете, выбирая каналы, еще выбирать и регионы, в которых должны проходить эти рекламы. Потому что, если вы, например, фигачите рекламу в Барановичах, вот просто, а в Барановичах, возможно, нет вашего рынка. То есть, допустим, вы предлагаете, вы предлагаете путешествие на яхтах по Каспийскому морю. А вот, например, в Барановичах физически неудобно оттуда ездить. Вы просто тупо тратите, сливаете бюджет. И это очень важно при обдумывании этой штуки. Дальше искать язык. Особенно на первом этапе вот поиск этого языка является во многом останавливающим фактором. Потому что хочется сказать о том, что и самый классный, и самый дорогой, и самый умный, и самый красивый. И чтобы еще соседи посмотрели, вас похвалили, или еще какой-нибудь 2500 миллионов разных объяснений, как нужно делать. Иногда такая штука срабатывает, что вам казалось, что вот это условное рекламное объявление вы опубликовали, и именно оно сработало, потому что оно условно оказалось релевантным для языка вот этой вот аудитории. Вот. Не в рамках нашего ивента, но это очень рекламная тема. Поддержка. Рекламная поддержка тоже всегда должна быть. Какая она уже будет? Это будет понятно, когда решишь первые предыдущие два пункта. Но важно не забывать про поддержку. Она всегда должна быть. Ваши социальные сети нет-нет, да и должны продолжать как-то существовать. Вот это вот все. Это больше для художников как бы там тема. Я выбрал, допустим, завтра вы резко оказались на улице, и вам вот прям резко, прямо нужна работа. Вот первое, что мне пришло на ум, где можно посмотреть работу. Причем, как показала практика, вот эти Telegram-группы, они более актуальны, и там в день выходит прямо по несколько запросов, связанных с графикой, и причем очень качественные запросы. То есть там могут быть от каких-то индивидуалов, типа надо сделать пять аватарок, заканчивая тем, что может прийти огромная студия или огромный продакшен и заказывать прямо кучу-кучу дорогостоящей графики. Графики, дизайна и всего такого. По большому счету, было бы классно, если бы у вас был какой-то свой список каналов, на которые вы идете. Ну и по этим площадкам, из этих площадок все понятно. Кроме, наверное, площадки Twine, которая реально прикольная. Там с точки зрения графики реально что-то прикольное прилетает. Единственное, что я, например, не могу похвастаться, что я особо знаю людей, которые там прямо сильно продают. На Upwork я знаю людей, которые продают, но это как бы иногда кажется, что вы фигачитесь с индусом на рынке за пять баксов. Мы в реальной сложной борьбе. Особенно у человека с высшим художественным образованием, например, типа меня. Мне, например, сложно быть на Upwork, и я прям по-честному пытался себя как-то заставить, что надо там попробовать, но оно не пошло. Fiverr для меня просто нет, потому что Upwork как бы не очень дорогая история, а Fiverr еще ниже, типа, история по деньгам. Ну, моя психика просто не выдерживает. Типа, я не готов рисовать графику за два бакса. Типа, сори, нет. Behance и Artstation это уже что-то более-менее профессиональное, но если вы реально посерчите частоту обновлений работ, там, по запросам, на самом деле не очень большой. Artstation более специфичен на игры, Behance более, как бы, такой широкий, но так или иначе, не знаю, не могу сказать, что там очень много. Glassdoor прям реально прикольный. В Glassdoor прям очень активно обновляется запросная база. Там в основном ищут в большей степени людей в штат, но достаточно есть и remote. Ну, дополнительный LinkedIn, кстати, к слову, тоже имеет смысл посмотреть. Вот это финальный слайд, да, что я там по времени. Я молодец. Да, все четко, да? Это идеально. Я не готовился ко времени, но получилось. Вот это финальный слайд. В чем его суть? Вот вы и баночка варенья. Рядом с вами есть баночки, большие баночки варенья, маленькие баночки варенья, разного цвета, ну, какие угодно. Но ваше варенье отличается, потому что у вас есть какая-то вишенка, у вас есть какая-то веревочка, какая-то другая, не такая, только у других. И поэтому зациклим всю нашу вот эту вот историю для того, чтобы хорошо развиваться, получать то, что вы хотите. Возвращайтесь к своему я и спрашивайте, что вы хотите, что вы умеете в данную секунду. Делайте ревизию, а потом, что вы хотите добиться и конкретизируйте ваши действия. Не живите в фантазиях, а делайте что-то более-менее нереальное. Спасибо за то, что пришли. Задавайте вопросы. Да, да, это чаджик. Ну, далек в смысле. Что? Серьезно? Мне казалось, маловато немножко. Ну, серьезно? Там диктой, обычно ломается, да. Моя компания занимается производственным анимацией, иллюстрацией мобильных игр и работает для рекламы ивентов и рекламных ивентов и игр, игровой индустрии. То есть мы работаем в три индустрии и у нас несколько направлений. А свадьбу я брал как просто пример. Но в моем бизнесе я могу сказать, что это прямо реально большая проблема, потому что я как бы по жизни очень прыгаю везде с места на место. Так и в бизнесе точно так же. Я занимался всем. То есть первые проекты у меня были и артбук для Бондарчука, и с другой стороны игровые проекты были, и еще нам было то есть был реально такой замес. И я не мог очень долгое время определиться, типа, вообще, что я строю за бизнес и для кого я его строю. И по факту вот каждый год, что я работал, я как бы строил что-то вроде, знаешь, постепенно вот это вот описание, типа, кто я такой, периодически меняю эту историю. В конечном итоге мы сформировали то, что мы занимаемся творческим продакшеном, то есть мы продакшен-компания занимаемся творческим продакшеном, и мы занимаемся именно цифровым продакшеном. А дальше нам по факту все равно, что производить. То есть у нас есть просто направление игровое, рекламное и ивент-индустрия. В ивентах, наверное, самый понятный для вас проект это будет Евровидение, Греция в 21-м году, которая вошла в финалист. В играх, ну, например, Trail of Angels вы можете в Литве посмотреть, VR-проект. А в рекламе, ну, в рекламе, например, вторые европейские игры или там бандсты, типа, для белорусов это будет очень понятная работа. Вот. И условно дальше у нас это все разбивается на более мелкие, на более мелкие отрасли, где есть, свой набор продавцов, свой набор людей, свой набор команд, бла-бла-бла, и оно так идет. Но с большого водопада это как творческий продакшн. Большой завод, типа. Хорошо. Я должен отвечать? Ну, типа, типа, просто вопросы, почему-то нет. Пожалуйста. Лучше. При Алену очень приятно. Все, я ответил на вопросы. Я четко, я четко соблюдаю правила ответа к вопросам. Да. Ну, во-первых, сразу, ну, ладно, хорошо, давай эту тему разберем. Я не люблю часть эту на нашем сайте. Я ее очень хочу выпилить, я не хочу, чтобы люди видели, о том, что с кем... я ее все время хочу убрать. Она меня раздражает, потому что мы работали с двумя диснеями. Мы работали с диснеем, российским диснеем, который занимался промо. Мы делали всякие лейдинги, мы делали мобильные игры промо, мы делали оформление для Mail.ru и вот этого всего. А с другой стороны, мы работали с французским диснеем. Они делали сериал, и мы делали для них клинап и всякую другую штуку по обработке видео для сериала. Чаще всего по контрактам мы не можем показывать проекты, над которыми мы работали. То есть мы можем об этом и говорить, но, например, в Wargaming без согласования с ними нельзя указывать, что в принципе хоть и какое-то к нему отношение имеете. То есть это всегда очень такая вредная, длительная и противная процедура. Это первое, почему меня это раздражает, а вторая вещь, почему меня это раздражает, потому что это уводит от наших проектов. То есть когда мы начинаем вот эти логотипы херачить, то получается, что люди на эти логотипы смотрят, но они перестают понимать, чем мы занимаемся. Да, нет, так как нас нет, зачем? Как ни странно, пока это всегда имело для нас более сложную историю. То есть она не работала, может быть, где-то она работает на улучшение продаж, но вообще нет. За счет чего мы получили этих клиентов, ты знаешь, вот то ли вчера, то ли сегодня, вот сегодня в группе мы это обсуждали, чаще всего крупные проекты или самые дорогостоящие проекты даются тем людям, которые готовы взять на себя риски. Вот очень простой вывод. Если просто говорить про слово зарплаты, вот есть два человека. Вот один хочет 100 долларов, другой хочет 5000 долларов. Если в проекте нету риска или какой-то ответственности, ну или еще чего-то, то почему надо платить много? Но деньги начинают расти, и как только появляются риски и ответственности. Так вот, я люблю рисковые и ответственные проекты, которые нельзя сделать по какой-то причине, которые ломаются, в которых есть очень большой вызов, в которых ты не знаешь, ты дойдешь до конца этого проекта или нет. И за счет этого получается, что когда ты начинаешь отвечать за свои слова, то у тебя потихонечку начинает возвращаться к тебе просто все новое и новое какая-то история. Вот. Но это отдельно для другой темы доклада я как-то об этом рассказывал в журнале, ну понятно, что вы не найдете наверное номер, в журнале Office Life я рассказывал про свой путь как коммерческого иллюстратора. Когда я работал на российском фрилансе и мне ужасно это не нравилось, я хотел нормальные заказы и до тех пор, пока не пришлось сделать определенные изменения, это было невозможно. Вот. А когда изменения я сделал, то просто космическим образом просто все поменялось в рамках недели. Это было очень магически казалось бы на тот момент, но сейчас стало понятно почему так. Не знаю, ответил на вопрос, но я что-то рассказал. Еще есть вопросы? Было очень приятно. Было очень приятно. Я абсолютно не понял, что я могу рассказать для медийщиков, которые не знают, кем они хотят быть. Но мне приятно, что это было весело. Да, вообще на здоровье, пожалуйста, приходите. Приходите к нам на занятия по вторникам в 10-10. Мы сейчас изучаем, как делать книги. На следующий, за вторник, не будет занятий. Книги. Мы книги делаем сейчас. Ну, приходите. А что, если эти гаврики не придут, то хоть кто-то будет и я хоть кому-то что-то расскажу. Для меня Ягу это очень прекрасное место. Мне Ягу нравится, потому что это полностью вырывает меня из контекста моей жизни. И это совершенно какие-то другие впечатления. И я никогда не понимаю, когда в Ягу кто-то начинает бурчать, типа, о, там что-то не так, здесь что-то вот, а это вот. И вообще зашибись. Очень классно. Что в чате? Кто-то опять кто-то пишет. А это на каком курсе книги делать-то? Это, боже, какой у меня курс? Это хирург. Третий. Третий, наверное. Наверное, третий. А что вы князете? Книги. Дизайн книг. Сейчас дизайн книг. Я не знаю, насколько это актуально сейчас, но почему нет? Почему-то не попередовать. Котики. Все, замечательно. Было прекрасно, замечательно. Пока.